Воскликните кто-нибудь, аминь! Воскликните Господу хвалу! Спасибо тебе, Отец! О Господь, мы прославляем и благодарим Тебя! И поклоняемся Тебе и благословляем Тебя! Ты послал Своё Слово и исцелил нас! Ты послал Своё Слово в виде Своего Сына! Обитавшего с нами! И даже сейчас продолжающего отдавать Себя за нас! Он всегда ходатайствует за нас, чтобы отдавать Себя нам, как дар с небес! Ибо Бог так возлюбил мир, что Он отдал! И мы принимаем сегодня этот небесный дар, Иисус, и откровение о Твоей жизни, Иисус! Давайте просто прославим Бога! Просто поклонимся Ему! И мы воздаем Ему хвалу и почитаем Его! Аллилуйя! Повернитесь, пожмите руку двум, трём людям, улыбнитесь так широко, как вы только можете! Скажите кому-то, что вы любите их! Спасибо тебе, Господь! Это очень особенное собрание, особенное время. Господь сказал нам вернуться к основам веры. И, как я уже говорил на прошлой неделе, мы работаем с конспектом. Я составил этот конспект 8 августа 1967 года. Давайте вернёмся к этому ещё раз. Откройте, пожалуйста, снова 11 главу Марка, с которой мы начали прошлую неделю. И мы начнём говорить о простом действии веры. «Ибо истинно говорю вам» 23 стих. «Если кто скажет, горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своём, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, всё, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Будет вам. А сейчас давайте прочитаем Иоанна 16, 23. Иоанна 16, 23. «И в тот день...» Итак, Иисус говорил о том дне, в котором мы с вами сейчас живём. Он говорит о времени после креста, после своего воскресения и после дня Пятидесятницы, когда придёт Дух Истины. «В тот день вы не спросите Меня ни о чём. Истинно, истинно говорю вам, о чём не попросите Отца во имя моё, даст вам». Он даст. «Во имя моё». А сейчас 14 глава. Евангелие – это она. «Нет, Господь остановил меня». Давайте вернёмся туда, где мы были, в 16 главе. «О чём не попросите Отца во имя моё, даст вам». Как-то раз, когда мы с Глорией вернулись домой, а в те дни мы постоянно были в отъезде, собрания шли по многу дней, как я уже говорил на прошлой передаче. И в те дни, когда мы возвращались домой, у нас не было офиса. Это были самые первые годы нашего служения. И поэтому мой папа делился с нами своим офисом и своим секретарём. И он ездил в банк и забирал почту, приходившую на адрес служения. Если там были какие-то пожертвования, он клал их на банковский счёт нашего служения. И мы на несколько дней заехали домой, собираясь снова уехать. И некоторые из вас не имеют ни малейшего представления, что это такое. Но в то время были такие суммирующие машины. Только крайне образованные называли их калькуляторами. Это были просто суммирующие машины. Там были чёрные цифры и красные цифры. И мой папа зашёл и протянул мне небольшую полоску бумаги, которую выдала та машина. И он сказал, «Сын, вот что нужно, чтобы у нас было». И там были некоторые цифры. Но я посмотрел только на одну. И она была красной. Пять тысяч долларов. И пять тысяч долларов не казались для меня большой суммой, пока я не был их должен. Я был должен. Но если взять Кеннета до его рождения свыше, то я был должен всем, кто одалживал мне. И кому было всё равно, рассчитаюсь я когда-либо с ними или нет. Что ж, мне было не всё равно. Но не сильно. И когда мы с Глорией поженились, я был должен 24 тысячи долларов. И она стала должна 24 тысячи долларов. и мы ухватились за слово веры. Покаялись. Аминь. И мы приняли решение перед Богом, что мы будем жить без долгов. В течение 11 месяцев. Знаете, сейчас 24 тысячи долларов не кажутся такой большой суммы. Но в 1967 году вы могли посчитать, какой сегодня это было равноценной сумме. Это была приличная сумма. 11 месяцев. Мы ни разу не собирали сами для себя пожертвования. Мы никому, кроме Бога, ничего об этом не говорили. И мы больше не брали в долг. Одна библейская истина. Находясь в яме, перестаньте копать. Это второе послание Кеннета. А первое послание Кеннета гласит «Держитесь подальше от долгов». Хорошо, 11 месяцев. Бог сделал это сверхъестественно. Мы все выплатили. И с тех пор у нас с ней никогда не было долгов. 1967 год. И вот мы выбрались из долгов, и мы там ездим и проповедуем, и тут эти 5000 долларов красным цветом. И вы можете понимать, почему меня это так ошарашило. Ведь теперь у меня образовалась задолженность в 5000 долларов. И для человека веры это неправильно. Но знаете, меня это не выбило. Но я хотел рассказать вам, что я сделал. В моем духе всплыло Иоанна 16, 23. И я услышал, как Господь сказал. Фактически, я сидел там в офисе моего папы. Он отдал мне эту полоску бумаги. Я развернул его кресло, опустился на колени, положил на сиденье кресло свою Библию, и у меня была эта полоска бумаги. Я просто воткнул ее туда перед собой. У кого-нибудь есть расширенный перевод Библии? У кого-нибудь под рукой есть этот перевод Библии? Вот, хорошо, хорошо. Синодальный перевод, расширенный перевод. Иоанна 16, 23. Когда придет то время, вы не будете просить ничего у меня. Я уверяю вас, со всей серьезностью говорю вам, что мой отец дарует... Итак, ухватите за это слово дарует. Запомните его. Запишите его где-то или зафиксируйте его у себя в уме сейчас. Он дарует вам все, о чем вы попросите во имя Мое. И в синодальном переводе Библии говорится, о чем не попросите отца во имя Мое, даст вам. Давайте прочитаем это еще раз. Я уверяю вас, со всей серьезностью говорю вам, что мой отец дарует вам все, о чем вы попросите во имя Мое. Хорошо. И теперь в расширенном переводе Библии давайте вернемся к Марка 11, 24. О, ты хорошо это выделила, не так ли? Мне это нравится. Итак, послушайте это в расширенном переводе Библии. Именно поэтому Господь и повел меня обратиться к расширенному переводу Библии, потому что я никогда этого не замечал. Истинно говорю вам. Извините, 24 стих. Именно поэтому я говорю вам все, о чем вы просите в молитве, верьте, доверяйте и будьте уверены, что это даровано вам и у вас это будет. Итак, Яна 16, 23 гарантирует мне этот дарованный грант. У меня есть твердая как камень заявление Иисуса, на котором я могу основывать ответ на эту молитву. И вот как оно получилось. Вот. Передо мной лежала моя Библия. Я сказал, Отец, Иисус сказал, когда был на этой земле, что все, о чем я попрошу тебя во имя Его, ты даруешь мне. Я верю в это. Это слова Иисуса. Он не может подвести. Здесь могу подвести только я. И я верю в это. И я знаю, я верю в это. Я целенаправленно привожу свою веру в действие в отношении этого, этого обетования. Дьявол пытается запугивать меня, у него ничего не выйдет. Я сказал, я знаю, сатана, что ты не умеешь читать, поэтому позволь мне прочитать тебе это. А теперь убирайся вон. Хорошо. Это даровано мне. Поэтому, поскольку ты сказал, что все, о чем я прошу тебя, веря, что это даровано мне, будет у меня, поэтому все, о чем я прошу в молитве, я верю, что это даровано мне. У меня есть дарованный мне небесный грант в размере пяти тысяч долларов. Большое тебе спасибо. Вопрос закрыт. Встал и ушел. Да, но. Не начинайте все эти да, но. Да, но. А что если? Это признак неверия. Просто возьмите себя за ухо и скажите «нет». Я не буду так говорить. В моих устах не будет таких слов. Я отказываюсь говорить что-то другое, кроме «это даровано». «Это даровано». «Это даровано». «Спасибо тебе». «Это даровано». «Да, сэр». «Дайте разрешение на получение пяти тысяч долларов». «Даровано». «Спасибо, сэр». И это не заняло недели или месяцы. Все было очень быстро. И пришли эти деньги. Послушайте, эта молитва была основана целиком на словах Иисуса. Бог дал нам поручение. Первое поручение, связанное с телевизионным служением. Мы приняли это призвание выйти на телевидение. Мы уже были на радио. а теперь еще должны были выйти на телевидение. И мы с Глорией сказали, «Да, Господь, мы будем это делать. Да, Господь. Мы не имеем ни малейшего представления, как, но мы будем это делать. И мы сначала записали то, что сегодня называется пилотной версией программы. Пилотная версия программы. И на тот момент мы не знали, что мы будем с ней делать. Это было просто то, что Господь сказал нам сделать. Поэтому мы записали несколько эпизодов этой программы. Я не помню точно, сколько именно, но это было очень дорого. и я как-то ехал на машине здесь, в Форт-Ворте. Остановился на светофоре, и я лег вот так на руль и сказал, «И я не говорил с Богом, я говорил с самим собой». Но вы понимаете, Бог тоже это слышал. И я в действительности не говорил слова неверия или страха. я был честным в этом вопросе. Я просто сказал, «Как мы сможем это сделать?» И тут же, я не говорю, что я услышал слышимый голос. Нет, я услышал это. Любой верующий, который прислушается, он услышит его вот здесь. Я услышал это внутри себя. Он сказал, «Ты знаешь, как это получить? Как ты сможешь это сделать?» Я подумал, «Да, давайте дастся вам, меру и добрую, утрясенную, отсыплют вам в лоно ваши». И я прошелся по всем местам Писания, говорящим о даянии. И «Господь, проследи за тем, чтобы я правильно это рассказал». То, что я только что рассказывал насчет пяти тысяч долларов, «Именно это поднялось в тот день в моем духе?» Хорошо, он сказал, «Нет, но оно поднялось потом позже». Но в тот конкретный день я сказал, «Да, давать». Хорошо, Господь, да, Господь, именно так мы и будем это делать. Я позвонил брату Джерри Сывейлу, и, как я уже сказал, это было в самом начале 70-х годов. Мы вели передачи на радио, но пока еще не были на телевидении. Я сказал, «Джерри, чтобы сделать это...» А мы тогда проводили собрание в городе Бирмингем, штат Алабама. Я сказал, «Мы с тобой здесь, в Бирмингеме, последуем тем указаниям, которые я получил от Господа. Пока мы здесь, мы будем вставать каждое утро в 5 утра и будем молиться об этой ситуации, чтобы знать, как мы будем это делать». И Джерри Савелл ответил, «Конечно, именно это мы и будем делать». И мы стояли на основании первой главы Иакова. «Если у кого недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, он не будет ее удерживать из-за ваших ошибок». Но допросит с верой, немало не сомневаясь. И мы апостол Павел сказал, «Буду молиться духом, буду молиться умом». Он говорил о молитве на иных языках. Он как раз говорил о ней в 14 главе первого послания Коринфянам перед тем, как сказал это. И поэтому мы молились об этом в духе. И как я уже сказал, мы молились так каждое утро. И ко мне пришло слово от Господа. Бог сказал, «Позвони брату такому-то, такому-то». Он был там пастором поместной церкви и нашим другом. «Позвони брату такому-то, такому-то и отдай ему свой самолет». У нас была тогда маленькая двухмоторная Cessna. И там это был первый двухмоторный самолет. До этого у нас была маленькая одномоторная Cessna. Но знаете, если кто-то в этой аудитории не знает, я работал пилотом, когда мы с Глорией только поженились, и когда потом родились свыше. Того, что я этим зарабатывал, мне не особо хватало на жизнь, понимаете? И Глория сказала, что никогда не выйдет замуж за проповедника. Что ж, она и не вышла. Она вышла замуж за пилота. Но дала маху. Но в любом случае, тот маленький двухмоторный самолет представлял собой 75% активов нашего служения. Понимаете? О, хорошо. Но знаете, вы не должны позволять дьяволу вмешиваться в это и начинать пытаться пугать вас. Нет, нет. Если вы знаете, что это говорит вам Господь, а как вы это будете знать? Согласуется ли это со Словом Божьим? Давайте и дастся вам. Да, но он не попросит меня отдать 75% того, что у меня есть. А что, если бы он попросил вас отдать все? Знаете, почему он это делает? Потому что он пытается принести вам намного больше. Ему не нужны ни ваши деньги, ни ваш самолет. извините. Поэтому я сказал «Да, Господь». Я сказал Джерри Савейлу, что сказал мне Господь. Он ответил «Слава Богу». Тогда я позвонил нашему другу и сказал «Господь только что сказал мне отдать тебе мой самолет». Бум. Упал телефон. Я услышал, как он ударился о пол, и наш друг начал кричать, восклицать и ликовать. Он просто пришел в такой восторг, понимаете? И мы с Джерри тоже пришли в такой восторг. И Джерри думал «А как же мы доберемся домой? И вы должны понимать, когда вы планируете что-то по своему собственному графику, по своему времени, тогда в вашем расписании гораздо больше событий, нежели когда вам приходится летать с коммерческими авиалиниями или ездить на машине. А для того, чтобы держаться этого расписания, мне нужен был самолет. Или же я должен был что-то отменить, потому что мы его составили таким образом. И поэтому я сказал «А вот что мы Джерри сделаем. Как только мы…» Это то, что Господь сказал мне сделать. «Как только мы вернемся домой, я отправлю этот самолет на обслуживание, я сделаю полную диагностику обоих двигателей, я сделаю полную диагностику обоих пропеллеров, мы проверим его снаружи и изнутри, мы убедимся в том, что все полностью проверено, этот самолет будет в полном порядке, потому что это божественное семя». Ну же. Мы танцевали, мы прославляли Бога спустя десять дней. Кто-то, кто унаследовал акции какой-то маленькой, практически ничего не стоящей компании, я не знал эту женщину лично, мы никогда не были знакомы, более крупная компания приобрела эту маленькую компанию, и вдруг стоимость ее акций сильно подскочила. Она принесла в наше служение пожертвования и этих денег было достаточно не только для того, чтобы оплатить то телевидение, но и двухмоторный самолет, который стоил пять раз больше того, который мы посеяли. Понимаете? Бог хотел дать мне этот самолет, что позволило мне пересесть того маленького самолета на этот самолет, в котором было уже два отсека, из которого мы могли делать больше и быстрее. Вы понимаете, о чем я говорю? Аминь. Праведный верою жив будет. Поэтому вы не живете, пока не начинаете жить верой. Все эти слезы, вопли и причитания ничего вам не принесут. Бог будет отвечать вам не потому, что вы в этом нуждаетесь, иначе ему придется просто следовать за дьяволом, куда бы тот ни шел, ведь он создает эти нужды и проблемы. Нет. Бог будет отвечать вам потому, что он любит вас, и Бог будет отвечать вам, ответ уже там, именно связующее звено веры, и приносит результаты. Слово Божье, от которого приходит вера, является пищей для духа точно так же, как хлеб является пищей для тела. Здравствуйте! Я Кеннет Копланд, и это передача «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся и сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы благодарим Тебя, мы прославляем Тебя, и мы поклоняемся Тебе во имя Господа Иисуса Христа. Мы открываем свое сердце, мы открываем свой разум, чтобы получить откровение, откровение о Тебе, Иисус, чтобы познавать Тебя и силу Твоего воскресения. Мы радуемся Ему, и мы благодарим Тебя за Него во имя Иисуса. Давайте откроем наши Библии. Мы говорим о двигающей горы вере, и на предыдущих передачах мы говорили о самой двигающей горы вере, а сегодня мы перейдем к тому, как сдвигать гору. Аминь. Поэтому мы прочитаем наши базовые места Писания в данной теме. Классическое учение о вере. Классическое учение Иисуса о вере в 11 главе Евангелия от Марка. Но сегодня мы начнем читать с 12 стиха. Не с 23 и 24 стиха. На другой день, когда они вышли из Вифании, он, Иисус, взолкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но пришед к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирание смоков. «И сказал Иисус, Он сказал этому дереву, отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Итак, заметьте, это важно. Смоковница стояла поодаль. Как далеко поодаль? Достаточно далеко, раз пришлось оговаривать, что они слышали это. Поэтому Он не стоял рядом с ними. Она стояла достаточно поодаль. Так что Он сказал это достаточно громко. Я не думаю, что Он кричал на то дерево. Ему не нужно было этого делать. Если бы Он закричал, то было бы написано, что Он сказал громким голосом. Потому что были случаи, когда Он делал это. Но заметьте следующее. «И слышали то ученики Его и пришли в Иерусалим». Иисус вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И стал именовщиков из камьи, продающих голубей, опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, «Не написано ли, дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. «Когда же стало поздно, он вышел вон из города». Хорошо. «Утром он проговорил к той смоковнице, когда наступил вечер, он вышел из города». То есть мы знаем, что с того момента прошло порядка 12 часов. Верно? «Итак, на следующее утро, то есть с того момента, как он проговорил к той смоковнице, прошло где-то от 12 до 24 часов. Когда они снова проходили мимо нее в первый раз, Петр ничего насчет нее не сказал». И вы знаете Петра. Если бы он что-то увидел, он бы сказал, как он сделал это во второй раз. Итак, заметьте, что произошло. «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня». И вспомнив, Петр говорит ему, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божью». Итак, это то, о чем мы уже говорили, изучая веру. «Имейте веру Божью». В других переводах Библии говорится, «имейте Божий вид веры». Другими словами, не только «имейте веру Божью», которую мы имеем. Мы уже выяснили, что в каждого рожденного свыше ребенка Божьего, в момент рождения свыше, в его дух вкладывается вера Божья. И опять-таки, вы не просто прощенный грешник, вы новое творение по подобию и образу Иисуса. Наш духовный человек, внутренний человек, рожденная свыше часть нас, это что-то реальное. Это не просто какая-то терминология. Иисус сказал, «Вы должны родиться от Духа. Вы должны родиться свыше. Аминь. И мы выяснили, что мы родились от Слова Божьего, живого и пребывающего в век, не от тленного семени. Мы читали это в Первом Петра, где он сказал, «Родились свыше не от тленного семени, но от нетленного». Поэтому очень важно понимать, что когда вы приняли Иисуса Христа как Господа в вашей жизни, как вы это получили? Мы читали это во Второй главе послания к Ефесянам. Вы были спасены благодатью через веру. И это Божий дар. Аминь. Поэтому для каждого рожденного свыше чада Божьего в момент этого нового рождения вера Божья находится в этом семени. И оно стало вами. И я никогда раньше этого не говорил. И оно стало вами. И стали вы. Не тогда, когда вы родились от вашей мамы. Нет, нет. Когда вы родились от вашего небесного отца. потому что того человека, который родился от вашей мамы, больше нет. Что? Вы слышали, что я сказал. У вас то же самое тело. Вы должны распять эту плоть. У вас тот же сам разум. Но вы должны обновить его. Но сами вы являетесь совершенно другими. Что ж, вы можете видеть. Я люблю. Но нам нужно двигаться дальше. Аминь. И нам всем была дана мера веры. Не так, что вы получили чуть-чуть, а я много. Но в зависимости от того, что мы делаем с этой верой, со Словом Божьим и по благодати Божьей, у вас может быть слабая вера, либо сильная вера. Авраам не изнемог, не был слаб в вере. Он пребыл тверд, силен, в вере, воздав славу Богу. И наша вера должна возрастать. И мы также узнали в отношении Марка 11, главы 23, 24, стихов. И заметьте, Иисус сказал, «Имейте веру Божью, «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море и не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет, «Потому говорю вам». Я хочу, чтобы вы заметили, Иисус сразу же использовал тот самый принцип, которому Он учил. Разве не так? Хорошо. Послушайте, «Потому говорю вам». И Он обратил на это особое внимание. Очень интересно изучать Его служение и наблюдать за тем, как Он использует Свои слова. Помните, когда Он был в доме Иаира, и Он сказал, «Тебе говорю, встань». Видите, как Он использовал Свои слова. Очень интересно изучать это. Итак, я хочу прочитать это. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам». И когда стоите на молитве, прощайте. Это вера Божья. Аллилуйя. Вы можете положиться на один, на второй, на третий, на четвертый стих в Библии, взять это и жить успешной жизнью. Аллилуйя. Вы упустили возможность воскликнуть. Знаете, я не... Аминь. Итак, обратите на это внимание. Давайте посмотрим на это в 21-й главе Евангелия от Матфея. Там есть утверждение, которое записал Матфей. Матфея 21-21. Я хочу, чтобы вы это увидели, потому что в прошлом люди подходили ко мне с этим, и они говорили, «Ну, брат Копланд, вы понимаете, что здесь не говорится о физических вещах? Иисус говорил только о духовных горах». Что ж, Иисус говорил о духовных горах, но духовные горы становятся физическими вещами. И мы поговорим об этом. Но я хотел, чтобы вы увидели это в Матфея 21-21. Иисус же сказал им ответ, «Истинно говорю вам, если будете иметь веру, скажите, «Я имею веру, я имею веру Божью». «Если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете вы, скажите, «Я», не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если Игоре сей скажете, «Поднимись и вернись в море», будет. Вы видите, где он квалифицировал это. Может быть, какая-то пагубная привычка, которая является горой вашей жизни. Что ж, вам нужно говорить это вещи. Она имеет духовные корни, и вам нужно добраться до ее корня. Но в этом задействовано и что-то физическое. Вы можете с помощью этого освободиться от наркотиков, алкоголя, от любой пагубной привычки. вы должны осознавать, что ваши слова намного сильнее этой пагубной привычки. Осознайте, что ваши слова намного сильнее этой пагубной привычки. Очень важно. И теперь, когда мы понимаем, хотя бы на базовом уровне из того, что сказал Иисус. Давайте на минуту вернемся в 11 главу Марка. Брат Хейген, мой ментор и учитель, он сейчас уже на небе и наслаждается чем-то реальным. Слава Богу. Да, Аминь. И когда я говорю чем-то реальным, я говорю о реальных результатах этого. Это что-то реальное. «Да, Господь. Спасибо тебе, Господь. Мне нужно вам это сказать. Вам нужно это понимать. Это записанное Слово Божье. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Это записанное Слово, которое вы держите в руках является таким же проявлением Бога на этой земле, как Отец и Сын и Дух Святой. И когда это попадает в вас, и вы знаете это в своем сердце, как вы знаете в своей голове, что 4 плюс 4 равно 8. Когда это попадает внутрь вас, вы больше никогда не будете неудачником. Это является безусловным в этой жизни. Это является окончательным авторитетом. Я сказал окончательным авторитетом. То, что вы видите в этой плоти, это не... Жаль, что у меня нет времени подробнее коснуться этой сферы. Может походу у нас получится это сделать, но в первую очередь нам нужно поговорить здесь о некоторых других вещах. Но ранами его вы исцелились. Аминь. Разве не это говорит Слово Божье? Хорошо. Все, вопрос закрыт. Я исцелен. Не, подождите минутку, брат Копланд. Как вы можете так говорить, когда у вас это... Я говорю это с заложенным носом, с лезящимися глазами из температуры. Получается вы лжете. Нет. Нет, нет. Если бы я говорил, что я исцелен, пытаясь заставить вас думать, что я исцелен, я болгал. Мне не важно, думаете вы так или нет. Позвольте мне показать вам эту разницу. Какие бы симптомы вы не могли видеть в моей плоти, и вы говорите, нет, вы не исцелены. Но я обращаюсь к Слову Божьему. И Слово Божье говорит, ранами его вы исцелились. Поэтому эти симптомы не являются истиной. Поймите это. Они являются фактом. Они могут измениться. А вот обетование ранами его вы исцелились не изменится. Если я буду держаться истины, ранами его вы исцелились, истина изменит этот факт. Понимаете? Итак, вы можете видеть, где мы. И, конечно, в адрес этого звучит много критики, потому что без Слово Божьего человеческий разум не может этого понять. Разум должен быть обновлен в отношении этого, но должен командовать ваш дух. Итак, Писание выстраивает их в такой последовательности. «Молюсь Богу, чтобы вы были сделаны целостными дух, душа и тело». И то тут, то там появлялись идеи по поводу того, что душа и дух это одно и то же, но это неправда. Суть в следующем. Душа состоит из разума, воли и эмоций, и она является частью духа. И вы со своей душой живете в теле. Поэтому скажите это. Скажите, «Я – дух, у меня есть душа, и я живу в теле». Поэтому соблюдайте этот порядок. Духовный человек должен господствовать над душой и телом. Душа и тело являются вашими слугами, а вы служите Иисусу. Мы готовы? Мы готовы пойти сейчас сюда? Хорошо. У нас осталось несколько минут, в которые мы можем углубиться в это. Итак, как приходит вера? От того, что вы просите ее? Нет. Она уже у вас есть. Вам не нужно просить что-то, что у вас уже есть. Приходит ли она через испытания и скорби? Многие люди считают, что да. Многие люди думают, «Ну, знаете, брат Копланд, Библия говорит, что вера приходит от испытаний и скорбей». Нет. Если бы это было так, все бы на земле были бы гигантами веры. «А вот что вы делаете со своей верой в испытании скорби и будет ее взращивать». Но Римлянам 10-17, пусть это будет у нас перед глазами. Послание к Римлянам 10-17. Друзья, говорю вам, без вот этого стиха вы никуда не продвинетесь в жизни веры. А мы должны жить верой. Праведной верой жив будет. И все, что Бог говорит один раз, это важно. Если Он говорит это дважды, это еще важнее. Аминь. Но когда Он говорит это снова, снова, снова и снова, как в Ветхом, так и в Новом Завете, праведной верой жив будет. Нам лучше пробудиться. Хорошо. А сейчас Римлянам 10-17. Вера от слышания о слышании от Слова Божьего. Точка. Я сказал точка. Вот как она приходит. Аминь. Она приходит от слышания, а слышание приходит от Слова Божьего. Она не приходит от того, что вы когда-то услышали. Вы должны продолжать слышать, слышать и слышать. Это что-то ежедневное. Да, но, брат Коплан, знаете, я слышал эти проповеди о вере. Нет, не слышали. Иначе бы вы так не говорили. не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим. Это говорит нам, что Слово Божье, от Которого приходит вера, является пищей для Духа, точно так же, как хлеб является пищей для тела. Кто из вас сегодня обедал? Я обедал. Насладился обедом от и до. Кто из вас съел что-то, чего вы никогда раньше в жизни не ели? Двое. Вы съедите это еще раз? Нет? Оно вам не понравилось? Как насчет завтрака? О, да. Что ж, вы можете видеть. в чем суть? Вы не ели. Вы ели. Но вы не ели. Нет. Если вы поели, но потом перестанете есть, то через 35-40 дней вы можете умереть. Послушайте, ваш дух может быть так заморен голодом, но духовное существо никогда не умирает. Оно просто продолжает становиться все слабее, 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 слабее. ну так пробудите, оживите его. Аллилуйя. Вера приходит. Знаете, вы можете разговаривать со своей верой. верой. О да, вы будете говорить, вера, давай, вера, давай, ты не можешь сейчас сдаться. Нет, я твой начальник, не ты мой начальник. Иисус, говоря о вере, сравнил ее с рабом, со слугой. Что ж, задумайтесь об этом. Праведный верою жив будет, используя веру как инструмент. И в продолжении этой мысли, знаете, есть музыкант по имени Фил Дрискл. И когда я впервые познакомился с Филом, кто-то тогда спросил у дирижера оркестра телекомпании NBC, кого он считает одним из выдающихся трубачей, которые живы сегодня. И кто-то спросил у него, кто по-вашему является сегодня лучшим трубачом в мире? Он ответил, парень из Кливленда, штат Н.И.С. по имени Фил Дрискл. Лучший в мире. И Фил Дрискл не стал хуже, он стал лучше. И понимаете, это труба. И он играет не только на трубе, но он музыкант. Это его инструменты. Поэтому можно было сказать, что этот музыкант а праведный живет верой. Вера является инструментом вашей жизни. Вы сейчас это поняли? Хорошо. Вера высвобождается в словах и действиях. Спасибо тебе, Господь. Слава Богу. Спасибо тебе, Отец. Мы прославляем тебя сегодня. О, Господь, ты так благ нам. И мы поклоняемся тебе. И мы благословляем имя Иисуса. Отец, мы молимся сегодня о словах на этих передачах. И мы благодарим тебя. Сегодня есть люди по всему миру, которые будут движимы Духом Божьим. И будут люди, которые, переключая каналы, просто наткнутся на эти передачи, когда они будут в эфире. или наткнутся на них в интернете. И твой Дух, рука твоего Духа, будет вести и направлять их, и помогать им наталкиваться на эти передачи. И они услышат это. И Дух поднимется внутри них и скажет, «О, это для меня. Это то, чего я хочу. Я хочу иметь веру в Бога. Я хочу знать Иисуса. И мы полностью и всецело отдаем себя в Твои руки, Дух Святой. Ты великий учитель. Ты велик. И мы благодарим Тебя во имя Иисуса». Мы говорим о том, приходит ли вера от испытаний и скорби. И давайте обратимся к тому месту, где большинство людей запутывается в этом в послании Иакова. И давайте посмотрим, что же на самом деле говорит Библия. Оно так всегда и получается. Люди цитируют определенные вещи, считая, что это Писание, хотя такого в Библии и близко нет. Просто так долго говорилось. Ну, вы знаете, что говорит Библия. Каждый должен сам о себе заботиться. На Бога надейся, а сам не плашай. Да. Боже моё. Хорошо. С великой радостью 2 стих 1 главы Иакова. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. В греческом тексте это звучит так. Считайте все это радостью, когда впадаете в различные проверки, искушения и испытания, зная, что испытания вашей веры производит терпение или сверхъестественную выносливость. Вы увидите, что вера и терпение это силы близнецы. Вы увидите, что они снова и снова упоминаются вместе в одних и тех же местах Писания. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Аминь. Вот это слово совершенный, чтобы вы могли быть завершенными, целостными, ни в чем не нуждаясь. Поэтому, видите, там ничего не говорится о том, что благодаря этому испытанию придет вера. Но когда вы стоите в вере, вместо того, чтобы позволять этому испытанию добираться до вас, вы просто останавливаетесь и считаете все это радостью. Что ж, по этому поводу вы не... Потому что вы получаете удовольствие от того, что оказываетесь в проверках, искушениях, испытаниях. Апостол Павел сказал, что он получал от этого удовольствие. Понимаете? Когда вы становитесь победоносным воином, вы ищете возможности сразиться. Это бесхарактерные люди прячутся под лавку. Надеюсь, Бог призовет не меня. А почему нет? Он может послать меня в Тимбукту. Вы когда-нибудь были в Тимбукту? Откуда вы знаете, что вам там не понравится? Это жить страхом, а не верой. И когда вы зажигаетесь, как солдат в армии Господа, вы говорите, пошли меня, Господь, давай, возьмемся за это, давай, да, облекайтесь во все оружие Божие и говорите, пойдем постреляем. Насколько я знаю, в Слове Божьем нигде не говорится облечься только в какой-то один элемент все оружия Божьего. Например, только взять этот меч, меч Духа, которым является Слово Божье. Верно? Итак, каким словом вы сражаетесь? Ну, знаете, я просто... да, никаким особенно. что ж, я только что уронил свой меч. Позвольте Слову Божьему вести свое сражение. Вам не нужно ни с кем сражаться. с дьяволом. не сражаетесь с дьяволом. Он уже был, как мы говорим здесь, в Техасе. Его уже выпороли. Да, аминь. Вам не нужно с ним сражаться. Не ввязывайтесь в это сражение. Не позволяйте ему втягивать вас в это. Вы не сражаетесь с немощью. Вы не сражаетесь с болезнью. Вы не сражаетесь с дьяволом. Вы сражаетесь с добрым сражением веры. Подвязаетесь с добрым подвигом веры. Это доброе, хорошее сражение. Оно уже было выграно. За что дьявол с вами сражается? Он пытается предвосхитить ваши слова. Сеет ли слово сеет? Тут же приходит сатана, чтобы вера. И дьявол перед этим бессилен. Вы достаете оттуда этот меч и говорите вот сатана, подержи это. Раз и все. И затем начинаете смеяться. Возможно у вас даже волосы болят. Возможно у вас все болит. Но вы все равно говорите. Вы можете смеяться верой? Библия говорит Бог сидит на небесах и он смеется над своими врагами. Что ж мы сидим на небесах вместе с Господом. Поэтому давайте смеяться вместе с Ним. Именно об этом и говорил Иаков когда сказал считайте это радостью потому что радость Господа это ваша сила Аминь и пусть дьявол никогда не видит как вы потеете. Я действительно рад что пришел сегодня. Это не столько обетование сколько факты. хорошо я сделаю это. Вы должны к этому прийти. Перестаньте пытаться это делать. Мы не пытаемся. Мы делаем это. Перестаньте пытаться. Мы делаем это. Ну я пытаюсь иметь веру. нет. Нет не пытайтесь. Вы действуете в страхе. Почему бы вам не действовать так как будто Библия истина. Иисус сказал о чем не попросите отца во имя мое даст вам. Невозможно чтобы этого не произошло. что? Вы меня слышали. Невозможно чтобы этого не произошло. Ну я помолился так и этого не произошло. Нет. Вы просто промямлили это. Когда вы приходите к тому когда вы заставляете себя опуститься на колени и вы перекрываете это. Вы перестаете идти на компромисс с вашим исповеданием. У вас нет никакого права кому-либо что-либо объяснять. У вас нет никаких причин кому-либо что-либо объяснять. Иисус сказал это. Бог сделал это. и вы продолжаете возрастать в этих вещах. Но приходит время когда вам просто придется если вы не можете сделать ничего другого просто замолчите. Яков сказал не лгите на истину. Бог верен а всякий человек лжив. В последние шесть месяцев мне пришлось устроить разгон плоти. Свергая себя грех и все то что запинает нас. Осаждает нас со всех сторон. О брат Коплант вы хотите сказать что вы согрешаете? Да и вы тоже. Беспокойство это грех. не голосовать это грех. Ну я не важно что вы думаете или что думаю я. Да но вот как по этому поводу верю я. И что является ли то что вы собираетесь мне сказать словами Иисуса? Если нет тогда я не хочу это слышать. Я прошел суровую школу. Причем добровольно. я удалил плотское телевидение из своей жизни. Благодарение Богу за передачу «Победоносный голос верующего». Аллилуйя. Я не позволю этому телевидению воровать мою веру. Фактически я обрубил телевизионный кабель и выбросил его во двор. Я серьезно. Аминь. Почему я вам это говорю? Если мы собираемся жить так как нам предназначено жить победоносно нам придется прийти к тому когда мы перестаем оказываться побежденными. Говорю вам вам придется. Единственное как вы можете это сделать это проводить время держа это слово у себя перед глазами. вкладывать его в свои уши вкладывать его в свои уста и позволять ему опускаться в ваше сердце. И вера приходит. И все что выступает против этой веры говорю вам вы достаете этот меч. И когда кто-то подходит и говорит знаете брат Джим на вас возлагали руки в церкви на прошлой неделе. Как вы себя чувствуете? Ну мне лучше. У меня по-прежнему есть некоторые симптомы с которыми я разбираюсь. Вы только что пошли на компромисс со всем словом Божьим. Иисус сказал когда на вас возложили руки вы выздоровеете. Итак замолчи. Я говорю себе. Я подключаю к этому и вас. Итак замолчите. Вы все еще меня любите? Вы любите меня? Это хорошо. И кто-то скажет я ненавижу нести ответственность которую вы возлагаете на меня а вы ее несете. Итак хорошо. Вера высвобождается в словах и действиях. Мы просто позволим Писанию говорить самому за себя. И давайте начнем с Матфея 12-36. И я хочу чтобы вы видели это в своей Библии. Я хочу чтобы это было у вас перед глазами. Матфея 12-36. Слова Иисуса. 36-й стих. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. «Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». 6-я глава Луки. И мы посмотрим 45-й стих. «Добрый человек из доброго сокровища или вклада сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Говорят уста его. 2-я Коринфянам 4-я глава. И я хочу, чтобы вы это также где-то для себя помечали, потому что вам нужно перечитывать это снова, снова, снова и снова. 4-я глава 13-й стих, пожалуйста. «Но, имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». Евреям 3-я глава, 1-й стих. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника или того, кого послал Бог, и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Хорошо. Теперь посмотрите 14-й стих 4-й главы. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего». Аминь. Исповедание чего? Всего, что говорит Слово Божье. Исповедание Его Слова. Аллилуйя. Господь? Хорошо. Да. «Ко мне только что пришло слово от Господа и сказала напомнить вам следующее. Сатана, когда он был Люцифером, в то время он был архангелом. Но вот что стоило ему его помазание, его место и его мудрости. не будучи человеком, у него не было права это делать. Он сказал, «Я буду как Бог Всевышний». Он придумал себе исповедание, и он высвободил его. И у него не было веры, чтобы делать это. И это стоило ему всего, что у него было. Вместо того, чтобы вознести его, это не спровергло его, это сломало его. И именно поэтому он и ненавидит вас. Потому что вы сделали то же самое Божьим путем, и вы стали подобны Всевышнему. Напоминайте дьяволу об этом. он начинает говорить вам, у тебя ничего не получится, у тебя ничего не получится, у тебя ничего не получится, а вы просто скажите, что ж, эй, эй, дьявол, подожди минутку, знаешь, давай поговорим о твоем будущем. У тебя его нет. Разве что только плавать в озере огненном. даже не уделяйте ему столько времени. Просто скажите, ты лжец и отец лжи. И занимайте своими делами. Дальше, притчи 4, 24. Почему это все так очень-очень важно? Потому что без веры угодить Богу невозможно. Это ставит веру высоко, не так ли? Но с верой мы угождаем Богу. Это радует мое сердце, и я знаю, что это радует и ваше сердце. Итак, притчи 4, 24. Отвергни от себя ложивость уст, или непослушные уста, и лукавство языка удали от себя. Притчи, 12 глава, 18 стих. 12-18. «Иное пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Притчи 13-2. «От плода уст своих человек вкусит добро». И затем мы не будем открывать это место, но в Исаии 57-19 в одном из переводов Библии Бог сказал «Я творю плод уст». Его слово здесь для того, чтобы дать вам его слова, которые вы можете говорить. Аллилуйя. Слава Богу. Притчи 15-4. «Кроткий язык древо жизни, но необузданный сокрушение духа». Понимаете? Иисус сказал «Я пришел, чтобы вы могли иметь жизнь и иметь ее с избытком». Он сказал «Мои слова это дух и они жизнь». Аминь. Поэтому мы вкладываем его слова в наши уста и наши слова, как его слова, становятся духом и они живые. Хорошо. Теперь притча 18-7. Посмотрите четвертый стих. «Слова уст человеческих глубокие воды, источник мудрости струящийся поток». «Это слова, которые заставляют из вашего чрева течь реки воды живой». Хорошо? 7-й стих, 18-7. «Изы глупого гибель для него, и уста его сеть для души его». Это заставляет вас глубоко дышать, не так ли? Малахия 3-13. Мы не будем открывать это место, просто пометьте его себе. Бог говорил там о десятине. И он обращался к тем, кто обкрадывал его десятиной. И он сказал, «Дерзостны предо мной слова ваши». Поэтому ваши жизни, ваши слова, которые вы говорите в отношении своей жизни, сильнее слова Божьего. Вы должны подчинить свои слова Слову Божьему, и тогда его слова становятся сильными вашей жизни. Хотя по сути, оно по-прежнему так. Это ваши слова являются сильными в вашей жизни, потому что вы говорите Божьи слова. Хорошо. 18-я глава притч, 21-й стих. Глубоко вдохните. Смерть и жизнь во власти языка, и любящий его вкусит от плодов его. Если вы говорите одни слова смерти, тогда смерть вы и будете пожинать. Если вы говорите одни слова жизни, тогда жизнь вы и будете пожинать. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. И затем эта мощная вещь в 18-м псалме. Это настолько здорово. В 15-м стихе. 18-й псалом. И посмотрите 15-й стих. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобой, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Я закончу этим мощным словом. Пусть слабый скажет «Я силен». Жизнь и смерть во власти ваших слов. Здравствуйте, я Кеннет Копланд и это передача «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся и сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы благодарим Тебя, мы прославляем Тебя и мы поклоняемся Тебе во имя Господа Иисуса Христа. Мы открываем свое сердце, мы открываем свой разум, чтобы получить откровение, откровение о Тебе Иисус, чтобы познавать Тебя и силу Твоего воскресения. Мы радуемся Ему и мы благодарим Тебя за Него во имя Иисуса. Давайте откроем наши Библии. мы говорим и вчера мы процитировали место Писания, которое говорит «Слабый пусть говорит я силен». Но теперь давайте узнаем, что Библия говорит. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Давайте немного сейчас помолимся. Слава Богу. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Мы читали все эти места Писания о Слове. Отвергни от себя лживость уст или непослушные уста. Язык мудрых врачует, а от плода уст своих человек вкусит добро. Кроткий язык древа жизни. Язык глупого гибель для него. Дерзостный предо мной слова ваши. Затем смерть и жизнь во власти языка. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодно при тобой, Господи. И вчера мы до него не дошли. Псалом 88, 35. Не наруши завета моего, это Бог, и не переменю того, что вышло из уст моих. И помните, мы читали вчера, что Иисус сказал, что вы осуждаетесь своими словами, и вы оправдываетесь своими словами. Вот почему так важно, чтобы ваши уста не были непослушными. и мы говорили о месте Писания, которое говорит, слабый пусть говорит, я силен. Большинство людей постоянно говорят о том, какие они слабые и уставшие, как им больные и так далее. Я говорю о христианах, забудьте об остальном мире. Я говорю о людях, которые должны знать что-то о вере, но по-прежнему говорят таким образом, потому что без Слова Божьего вы не можете укротить свой язык. Аминь. Ну, брат Коплин, знаете, в послании Якова написано, ни один человек не может укротить свой язык. Верно. Тогда о чем вы говорите? Я, не укращая свой язык, Слово Божье в моих устах укротило мой язык. Если вы изучите, что ж, да, хорошо, давайте обратимся к посланию Якова. Я начал. Я все равно вам это прочитаю. Я прочитать это вчера, и я прочитаю это перед тем, как мы обратимся к Якову. Вы можете поискать это место, но я прямо сейчас прочитаю его, потому что я использую это. Мы с Глорией используем это. Это местописание, с которым вы занимаетесь на бегущей дорожке. С ним вы выходите на улицу, с ним вы занимаетесь, с ним вы становитесь сильными. Разве ты, 28 стих, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. Разум его не следим. Он дает утомленному силу. Поэтому утомленному не нужно говорить и ходить, я утомлен. Изнемогшему дарует крепость. До тех пор, пока вы говорите, уставший, изнуренный, слабый, нет ничего, что может сделать вас сильным. Ну, когда я стану сильным, я скажу, что я силен. А что сделает вас сильным? Нет. Ну, когда я почувствую тепло, тогда я подброшу туда дрова. Нет, дорогие, оно так не работает. Вам нужно подбросить туда дрова, прежде чем вы получите тепло. Что если бы Бог встал и сказал, у, темно? Сегодня было бы темно. Нет, он называет несуществующее, как существующее. То же самое делал Авраам и то же самое делаем мы. А 31 стих «А надеющиеся» или же ожидающие, уповающие, «А надеющиеся, ожидающие и уповающие на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Слава Богу. Аминь. Вкладывайте эти слова в свои уста. Именно оттуда приходит ваша сила. Вот где подключается дисциплина. Когда вы вкладываете эти слова в свои уста, даже тогда, когда весь ваш разум и все ваше тело говорит вам, что вы сейчас не можете о себе такого сказать. Именно поэтому вам и нужно их говорить. Именно поэтому вам и нужно проводить время, читая это и говоря это еще до того, как вы устали. Это ежедневная диета веры. Диета веры. У меня нет времени, брат Копленд. Что ж, тогда увольте со своей работы. Научитесь тому, как ходить верой и получите более лучшую работу за более короткое время. Вы думаете, я просто шучу? Это вышло от Духа Божьего. Вы ничего этой работе не должны. Но прокопнут именно там я получаю средства к существованию. Вот что с вами не так. Именно поэтому вы и бедные. Не злитесь на меня. Я пришел сюда не для того, чтобы играть с вами в церковь. Вы улыбаетесь. Но Бог очень строг насчет этого. Что я буду делать? Слова Иисуса. Ищите прежде Царства Божьего и правды Его, то есть правильного образа, Его правильного образа того, как и что делать. И это все приложится вам. Ищите Его в вопросе вашей работы. Вставая утром, вы идете на работу не для того, чтобы зарабатывать, а для того, чтобы служить. Вы солдат в армии Господа. Мы выполняем поручения. Нигде в Библии не говорится, чтобы вы зарабатывали свои деньги. Я просто напираю на вас, не так ли? Что ж, позвольте мне спросить у вас следующее. Друзья, как вы спаслись? Благодатью через веру. Верно? Вы заработали это спасение? Если да, то вы его не получили. А вы получили что-то другое. что ж, позвольте у вас спросить. Как вы получили свое исцеление? Вы заработали свое исцеление? Я имею в виду, вы сказали Богу, Бог, я сделал все это, и я действительно тяжело потрудился. Теперь ты должен исцелить меня. А я заслуживаю этого. О, нет. Никак. Верно? Что заставляет вас думать, что вы должны зарабатывать? Должны зарабатывать ваши деньги? Праведной верой же будет? О, что ж, я просто, я тогда просто перестану работать. Нет. Так это тоже не работает. Кто не работает, тот не ест. Тогда что же мне делать? Вам придется поставить веру на первое место. Вам придется искать в первую очередь царство Божье. Вам придется искать его лица. Вам придется искать его работу, вам придется делать то, что он сказал. Вам придется отдавать десятину, вам придется это делать с улыбкой на лице. И вам придется в веру востребовать каждое благословение, которое приносит эта десятина, которое является благословением Господнем, которое является благословением Авраама. И притчи 10.22 говорят, благословение Господне обогатит вас. Чего вы еще хотите? Ну, брат Копун, вы знаете, что Слово Божие говорит о деньгах. Деньги разрушат вас. Что ж, оно действительно так говорит. Оно говорит, деньги разрушают глупого. И затем Библия рассказывает вам о всевозможных путях того, как не быть глупыми. Поэтому перестаньте быть глупыми. Делайте то, что сказал Иисус, и начинайте преуспевать. Понимаешь, Трейси, ты можешь делать это, пока учишься где-то. Когда я поступил в университет Орла Робертса, я, знаете, я не знал и не разбирался в Писании. Когда я поступил туда, но я возвал к Богу. У меня двое маленьких детей. Что я буду делать? Вы когда-нибудь это слышали? Что я буду делать? Что я буду теперь делать? Что я буду 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 делать? О, Бог, о, Бог. Я так устал, я так слаб, я так беден. О, Бог, я так устал, я так слаб, я так беден. О, Бог, о, Бог. Замолчите. И измените это. Я знаю, что я теперь буду делать, мистер дьявол. Я лягу спать, и хорошо ночью высплюсь. Я проснусь утром, прославляя Бога. Я востребую свои права, которые есть у меня, как у того, кто отдает десятину. Я востребую своей верой в Слово Божье. Я одержу сегодня победу над дьяволом. И сия есть победа, победившая мир, вера моя. Вот что я буду делать. И ты, дьявол, можешь либо убраться с моего пути, либо будешь просто задавлен. Я тебя больше не слушаю, дьявол. Ты лжец, и отец лжи. И я отказываюсь говорить, я устал. Я отказываюсь говорить, я беден. Я отказываюсь говорить, я подавлен. Я не подавлен, я в приподнятом настроении. Я отказываюсь преклонять колено моего исповедания вера. Я отказываюсь преклонять колено моего исповедания вера. Вкладывайте Божьи слова в свои уста. Ну, брат Копленд, я чуть не умер от радости. Если вы так говорите. Когда мы только узнали об этом, мы с Глорией согласились о следующем. Мы будем следить за словами друг друга. Потому что вы иногда сами не замечаете, как говорите некоторые вещи. Мы не прочитали послание Якова, да? Спасибо тебе, Господь. Обратимся быстро к нему. Туда. Туда. Спасибо тебе, Господь, что ты делаешь это для меня. Спасибо тебе, Иисус. Третья глава. Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, имеется в виду своими устами, верно? Тот человек совершенный, могущий, 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 читайте это, могущий обуздать и все тело. Итак, обратите на это внимание. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Он говорит, вкладывать в свои уста Слово Божье. Это как отдать Богу эти поводи. Аминь. Но вы должны говорить слова силы, а не слабости. Поскольку иначе вы просто продолжаете говорить то, что у вас есть, и продолжаете иметь то, что вы имеете. Если вы думаете, что вы можете продолжать говорить то же самое и изменить то, что вы имеете, вы безумные. Это формулировка безумного человека. Делать то же самое снова, снова и снова, и затем в конечном итоге желать получить другие результаты. это невозможно но сейчас обратите внимание на следующее вот и корабли как не велики они и как не сильными ветрами носятся небольшим рулем направляется куда хочет корм чей так и язык небольшой член но много делает и так задумайтесь над всеми теми словами которые мы прочитали когда иисус сказал вы оправдываетесь своими словами вы осуждаетесь своими словами вы дадите ответ в день суда за всякое праздное бездействующее слово каковыми являются чуть не умер от страха чуть не умер от радости и так он сказал язык небольшой член но много делает посмотри небольшой огонь как много вещества зажигает вы знаете что такое растопка большинство молодых людей не знают вы знаете что такое термостат нет я настолько живы это помню я был еще мальчишкой и мы были в лесу я помню что мы были в лесу с моим папой и он собирался развести костер у меня были спички я зажег спичку и засунул ее под бревно и под вот такую большую ветку и просто держал возле нее эту спичку папа немного рассмеялся он сказал сынок целый коробок спичек не подожжут ее она слишком большая ну да он сказал тебе нужна щепка растопка поэтому что вы делаете вы начинаете с чего-то маленького потому что это легче поджечь затем к этому вы добавляете что-то чуть побольше и она поджигает это и затем к этому вы добавляете еще что-то чуть побольше и еще что-то чуть побольше и наконец кладете туда это бревно вот о чем он говорит. Вот это является растопкой. Оно все запускает. Если вы не знаете Библии, если вы не знаете, что сказал Бог, я говорю об откровении у Библии. Если вы не знаете этих вещей, о которых мы говорим, вы не будете иметь ни малейшего понятия, из-за чего вы попали в эти неприятности. Но смерть и жизнь во власти ваших слов. Сказал он это? Или же нет? Ну, я не знаю, верю ли я в это или нет. Именно поэтому это убивает вас. Но этот принцип работает. Это работает. Аминь. На самом деле, поймите это. На самом деле, ухватитесь за это. Седьмой стих. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных укращается и укращено естеством человеческим. Или, как говорится в греческом, естественным, обычным человеком. Это обычные животные. И вам не обязательно быть христианином, чтобы укротить лошадь или объездить лошадь. Это помогает, но вам не обязательно им для этого быть. А язык укротить никто из людей не может. Итак, подождите минутку. Подождите. Нет, 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 нет. Он сказал не это. Язык не может быть укращен естественным, обычным человеком. Он может укротить животных, но не этот язык, потому что этот язык является духовным инструментом. Естественный плотской человек не может плотской силой укротить духовный инструмент. Но затем он говорит вам, как вы можете это сделать. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно братья мои сему так быть. И дальше он продолжает говорить об этом. Но я хочу добраться до сути этого. 14 стих. Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, подчеркните слово «сварливость», обведите его как-то, выделите его, сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину, не говорите о себе или о ком-то другом что-то, что не является Словом Божьим. «Это не есть мудрость, нисходящая свыше. Горькая зависть и сварливость в вашем сердце нисходит не свыше, но она земная, душевная, бесовская. Ибо, где зависть и сварливость, там не устройство и все худое». Вера действует любовью. Сварливость является ее противоположностью. Но мудрость, мудрость, сходящая свыше. В Луке 11, 49 Иисус говорил о Слове Божьем, как о мудрости Божьей. «Это мудрость, сходящая свыше». Он говорит о Слове Божьем. Во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов. Беспристрастно. Это может любой, грешник или святой, потому что именно так грешник спасается. Вот оно. Слава Богу. Но посмотрите на это. Мудрость. Она не лицемерна. Когда я говорю «Я исцелен», потому что Слово Божье говорит, что я исцелен, «Я не лицемерю, я исповедую со своим Отцом Богом». Здесь можно восклицать. Говорю вам, «Вы будете бегать от этого по своей спальне». Аллилуйя. Вы можете перестроить свою жизнь своими устами, но это требует усердия, это требует посвящения, это требует времени, это требует молитвы, и больше всего, это прежде всего требует качественного времени в Слове Божьем. Аминь. Полного посвящения не идти на компромисс. Оно говорит, что я исцелен. Я встану и буду ходить, даже если я упаду замертво, потому что тогда, сделав следующий шаг, я буду смотреть в глаза Иисусу. Есть что-то особенное в людях веры, которые отказываются идти на компромисс. Спросите Стефана. Иисус встал и радушно встретил его дома, потому что Стефан не пошел на компромисс. Вы меня слышите? Я говорю это себе точно так же, как я говорю это вам. Со мной такое бывало. Я все портил и делал не так. Но благодарение Богу за кровь Иисуса. Если вы никогда не делали Иисуса Христа Господом в вашей жизни, пора это сделать. Пора это сделать. Сейчас самое подходящее для этого время. Каждый мужчина, женщина, мальчик или девочка. Иисус отдал себя за вас. Ну, брат Коплант, мне кажется, что вы делаете это слишком легким. Я этого не делал. Это сделал Иисус. Он сделал всю трудную часть. Говорю вам, Он пошел вместо вас в ад. И Он претерпел то, что никакой человек не претерпевал и никогда не претерпит, чтобы нам с вами не нужно было идти туда. Иисус взял на себя и понес наши болезни, наши боли и слабости, чтобы нам не нужно было их нести. Иисус все это сделал для нас. Понес болезни, боли, слабости, чтобы мы не несли их. Аминь. Что ж, брат Коплант, я хочу это сделать. Я услышал эти слова. И что ж, отлично. Просто закройте свои глаза, положите одну руку на сердце, а вторую поднимите к небесам. Пусть ваши глаза будут закрыты. И скажите следующее. Отец, я прихожу к тебе во имя Иисуса. Возьми мою жизнь и сделай с ней что-нибудь. Я услышал Слово Божье. И я верю всем своим сердцем, что ты воскресил Иисуса из мертвых. Господь Иисус, войди в мое сердце. Я принимаю тебя как моего Господа и моего Спасителя. Я каюсь во грехе. Я отрекаюсь от него. Я отрекаюсь от дьявола и всего, что он отстаивает. наполни меня сейчас своим драгоценным Духом Святым. Я принимаю его в мою жизнь. Я ожидаю, что буду говорить на иных языках, как Дух Святой дает мне этот божественный язык. Этот молитвенный язык. Этот язык хвалы. Просто потому, что ты любишь меня. Я принимаю его. Я благодарю тебя от всего сердца. Сейчас воздайте ему хвалу и благодарение. Аминь. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. И это передача «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся и сразу же приступим к нашему сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы благодарим тебя, мы прославляем тебя и мы поклоняемся тебе во имя Господа Иисуса Христа. Мы открываем свое сердце, мы открываем свой разум, чтобы получить откровение. Откровение о тебе, Иисус. чтобы познавать тебя и силу твоего воскресения. Мы радуемся Ему и мы благодарим тебя за Него во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец. Мы молимся сегодня об этом во имя Иисуса. Спасибо тебе. Давайте обратимся к пятой главе Марка. Мы говорили о том, что у верующего есть вера. Мы говорили о вере, которая двигает горы, которая сдвигает гору, но сейчас мы говорим о том, как сдвигать гору. И мы говорим о том, что Иисус сказал, как мы читали в Матфея 21-21. Не только сделайте то, что сделано со смоковницей, Он проговорил, кто и смоковница, но если и горесь ей скажете, поднимись, она послушается вас. Затем пятая глава Марка. Как вера высвобождается или применяется? Как вера высвобождается или применяется? Что пользы? Понимать законы, которые управляют физикой, не применяя их. Я имею в виду, что пользы знают законы электричества, если вы никогда их не применяете. Что это? Это прикладная наука. Хорошо. Не закрывайте это место в Евангелии от Марка. Давайте прочитаем кое-что из послания к римлянам. 3, 27. Где же то, чем бы хвалиться, уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. Восьмая глава римлянам. Первый стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Отметьте это. Наполненные верой слова доминируют над законами греха и смерти. Итак, когда вы говорите о вере, есть законы духа, духовные законы, которые должны быть приведены в действие. Вера находится в бездействующем состоянии, в вашем рожденном свыше духе, пока она не востребована. Вера находится в бездействующем состоянии, в вашем рожденном свыше духе, пока она не востребована. И мы увидим это здесь В этой пятой главе Евангелия от Марка И позвольте мне сказать это еще раз Потому что я хочу, чтобы вы это поняли Вера находится в бездействующем состоянии Понимаете, ваша вера никогда не должна находиться в бездействующем состоянии Ей не нужно отдыхать Ей нужно питание Ее нужно применять, упражнять Духовные упражнения А не естественные плотские вещи Вера находится в бездействующем состоянии Пока она не востребована Вчера мы разбирали послание Иакова И когда ваша вера сталкивается с проверкой Искушением И испытанием И вы противостоите этому своей верой Вы высвободили стойкость И вы говорите Я здесь надолго Я не изменен Там это переводится как терпение Естественное плотское терпение означает просто смириться Нет, 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 нет Сверхъестественное терпение является частью Духа Аминь Поэтому Когда вы соединяете все эти мощные духовные силы Тогда сделан запрос Вы держитесь этого И Терпение будет иметь совершенное действие И вы станете совершенно победоносными Без всякого недостатка Ни в чем не нуждаясь Это важно Ни в чем не нуждаясь Итак Марка 5 глава Вы там? Давайте прочитаем это Давайте начнем С 25 стиха Одна женщина Которая страдала кровотечением Я целенаправленно это читаю Я читаю это немного медленнее Потому что я хочу, чтобы вы услышали эти слова Я хочу, чтобы вы увидели эту ситуацию Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет Много потерпела от многих врачей Истощила все, что было у ней И не получила никакой пользы Но пришла еще в худшее состояние Услышавший об Иисусе Вера Вера приходит от слышания Итак, задумайтесь на минуту об этом Кажется, что все это произошло в один день И все события Заняли порядка 30 минут Нет, она не просто сделала это в тот день Вы увидите это буквально через минуту Кто-то рассказал ей о том, о чем Иисус проповедовал Потому что он проповедовал то же самое, куда бы он ни шел Луки 4, 18 Дух Господень на мне Ибо Он помазал меня благовествовать нищим И послал меня исцелять сокрушенных сердцем Проповедовать пленам освобождение Слепым прозрение Отпустить измученных на свободу Проповедовать лето Господне благоприятное Что является вашим сверхъестественным погашением долгов Он проповедовал это везде, куда бы ни шел И ему пришлось разбираться с тем Как это послание было принято в его родном городе Это то, о чем он проповедовал Они не поверили ни одному его слову Поэтому ничего и не получили Но та женщина, она услышала это и поверила в это Пришла вера Если вы раньше не изучали это Это собьет с ног много старых религиозных коров И я могу слышать, как некоторые из них сейчас издают этот звук Да, мы дадим ей кулаком между глаз Услышавши об Иисусе Подошла сзади в народе И Прикоснулась к одежде его Ибо говорила Пусть это будет у вас перед глазами Ибо говорила Если хотя к одежде его прикоснусь То Выздоровею И тотчас Исяк у ней источник крови Итак, я хочу, чтобы вы обратили на это внимание Источник крови иссяк И затем она ощутила в теле Она не сначала ощутила или почувствовала А потом поверила в это Она поверила в это и потом Это произошло Когда она пошла туда, она все еще была больна Но очевидно, она потратила на это какое-то время Потому что в греческом тексте, по сути, говорится И она продолжала говорить Она продолжала говорить Она услышала, о чем он проповедовал И продолжала Приходить вера Продолжала приходить вера Продолжала приходить вера Продолжала приходить вера Приходить и приходить и приходить вера И эта вера стала достаточно сильной И в один день она решила Я пойду Я получу это Но понимаете, по закону она не имела права с кровотечением появляться в публичных местах. Ее могли побить за это камнями. И она это знала. И вот по дороге идет Иисус. И вместе с ним начальник синагоги Иаир. Она подумала, что она могла бы прокрасться туда. Не думайте, что она ползла потому, что не могла ходить. Она ползла потому, что не хотела, чтобы ее видели. Возможно, она не так уж хорошо ходила. Но что бы там ни было, она пробралась туда. И она думала, я могу прокрасться туда. Я могу прикоснуться. Она говорила не о его одежде. Речь шла о его молитвенном покрывале. Он был Рави, Иисус Иудей. Он был Рави, и он носил это молитвенное покрывало. И она могла видеть его из-под его верхней одежды. И она думала, я прикоснусь к этому, и я буду исцелена. И я смогу выбраться оттуда. Итак, заметьте. Теперь, когда вы знаете это действие, вы можете видеть, где это написано. Вы знаете теперь. Она говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время, Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила. И в данном случае, эта сила дюнамис. От него происходит наше слово динамит. Взрывная сила. Иисус был помазан Духом Святым и силой. Это была исцеляющая сила. Он знал, что из него вышла эта сила. И он повернулся в толпе и спросил, кто прикоснулся к моей одежде. Итак, я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Вере нужно было, чтобы ее востребовали. И та женщина определила в своем сердце и разуме точку контакта. Она сказала, «Когда я прикоснусь к его одежде, я буду исцелена». Это была ее точка высвобождения, ее веры. Это была ее точка, где она сказала, «Вот когда я верю в это». И так она постоянно в это верила. И она говорила своими устами. Но ей нужно было предпринять какое-то действие. И опять-таки, Писание говорит, «Вера без дел мертва». Нам бы следовало вернуться к посланию Иакова, но у нас нет на это времени. Фактически, Писание говорит, «Вера без соответствующего действия умирает». Вы должны приложить действие к тому, во что вы верите. Вы верите в это в своем сердце. Вы говорите это своими устами. И затем вы поступаете на основании этого, будучи исполнителями слова. Человек, который не является исполнителем слова, подобен человеку, который смотрится в зеркало, разворачивается и уходит, и забывает, как он выглядит, потому что он не принял решение что-либо увидеть. Так только, брусьте взгляд. Но исполнитель слова, послушайте, 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 что Дух Святой через Иакова говорит об этом. Исполнитель слова вникает в совершенный закон свободы. Когда вы являетесь исполнителем слова Божьего, вера приходит от слышания, от слышания от слова Божьего. И затем вы верите ему, вы говорите его, и затем вы поступаете на основании его, высвобождая эту веру. Оно становится совершенным законом свободы. Оно исполнится, если вы не будете идти с ним на компромисс. Когда вы все-таки идете с ним на компромисс, покайте, встаньте и двигайтесь дальше. Помнишь, какими мы были глупыми до того, как мы узнали это? Так, вот что я вам скажу. Так или иначе, я брошу курить эти сигареты. Скажи вам, я просто ненавижу их. Я просто ненавижу их, я просто ненавижу их. До того, как я спасся, я вовсе не ненавидел их. И я выбрасывал их больше, чем скуривал. Что ж, вы можете плакать, кричать и причитать целый день. Это не принесет вам никакой пользы. Если бы это приносило какую-то пользу, все бы принялись... Нет. Но... Когда я впервые в своей жизни окунулся в Слово Божье, оно отделило меня. Я даже не пытался бросить курить. Я просто засунул пачку сигарет за солнцезащитный козырек в машине и поехал туда, где проповедовал Слово Божье. Это было до того, как я поступил в университет Орелл Робертса. Я просто поехал на собрание, которое проводили в Хьюстоне Хилтон Саттон и Чарльз Роджерс. Я поехал туда и попал на первое в своей жизни собрание, где проповедовалось действительно Слово Божье. Спустя пару недель я заглянул туда, и там за солнцезащитным козырьком лежали эти сигареты. И я сказал, я с вами завязал. Поймите, Слово Божье отделило меня. Что ж, у нас нет времени углубляться в это, но я вник в совершенный закон свободы, вы понимаете? Я научился этому не из того, чему я вас сейчас учу. Это пришло позже. Итак, Иисус знал, что из Него вышло это помазание. Вы настроили свои улавливатели. Послушайте. Ученики сказали Ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете. «О, нет, они поймали меня. Я знаю, что я исцелена, но я не должна была здесь быть». Понимаете, она все еще мыслила по закону. Позвольте мне вам кое-что сказать. «Я не могу этого доказать, но вы не можете этого опровергнуть». И вы это увидите. Понимаете, Иаир пал к ногам Иисуса и сделал свое заявление веры. «Приди, возложи руки на мою дочь, и она будет жить». И это последнее, что он сказал. И они идут к нему домой. Он – начальник синагоги. «Он знал ее, и она знала его». Я верю в это. Я могу прийти на небо и узнать, что они не так уж хорошо друг друга знали. Возможно, вообще друг друга не знали. Но похоже, что они знали друг друга, поскольку они были из одной местности. И она знала достаточно, чтобы знать «я не должна быть на этой улице». Что ж, она была исцелена всего 30 секунд назад. А сколько она болела? 12 лет. Ее разум еще не был обновлен. Она боится быть там. Но вот. Она сказала ему всю истину. Иисус же сказал ей «черь» или «дочь». Вы готовы к этому? «Дочь, вера твоя спасла тебя». Итак, подождите минутку. Подождите, подождите, подождите. Мы знаем, что это сделало его помазание. Он сказал «Дух Господень на мне». Он помазал меня. Его помазание было той силой, которая это сделала. Но не Иисус инициировал поток этой силы. Она остановила его на улице. Она пришла туда и прикоснулась к его одежде. Она говорила это. Сначала она поверила в это в своем сердце. И она говорила. То есть она потратила достаточно времени, чтобы размышлять над этим и верить в это. И, наконец, ее вера достигла такого уровня. Она поднималась и поднималась и достигла высшей точки. Она должна была выйти на улицу, и она должна была прикоснуться к его одежде. И как только она это сделала, Иисус остановился. Итак, вера Иаира заставила Иисуса пойти. Понимаете? Он пошел с Иаиром к нему домой. А ее вера остановила его. Разве это не удивительно? Подумайте, подумайте об этом, дорогие. Он ищет кого-то, кто просто будет верить в это в своем сердце и говорить это своими устами. И прикоснется к этой одежде. Аминь. Аллилуйя. И Иисус сказал, «Дочь, вера твоя спасла тебя». Слава Богу. Спасибо тебе, Господь Иисус. Спасибо тебе, Господь Иисус. Я думаю, будет хорошо, если вы просто начнете сейчас прославлять Бога. Потому что, когда вы прославляете Бога, когда вы прославляете Бога, когда вы слышите Слово Божие, и когда вы прославляете Бога, если вы высвободите, если вы высвободите сейчас свою веру и свою хвалу, вместо того, чтобы просто вкладывать слова в свои уста, позвольте этому выходить. Используйте свою веру. Я прославляю тебя, Господь. Я верю в это. Я верю в это каждой клеточкой моего существа. Я прославляю тебя. Я благодарю тебя. Это для меня. Это для меня. Я вижу это в твоем слове. Ранами твоими я исцелился и исцелен. Я высвобождаю мою веру. Я прославляю тебя за это сейчас. Я благодарю тебя за твою исцеляющую силу. и я благодарю тебя за твое слово. Твое слово не может подвести, и ты не можешь дать маху. И вот где вы действительно, 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 вы понимаете, что я имею в виду под действительно, никогда не позволяете себе стать настолько озабоченными проблемой, что вы тратите все свое время на то, чтобы смотреть на нее, думать о ней, и позволяете ей попадать в ваши уста. Я не сказал, что это легко. Если бы это было легко, все бы это делали. Но в благодати Божьей это легко. Когда вы, наконец, отпускаете ее, высвобождаете ее и говорите, Иисус. Джесси Дюплентис рассказывал, что как-то раз у него скопилось много счетов за телевидение, и он просто сказал, Иисус, тебе тут кое-что прислали. Вам нужно быть такими же. Вы не должны об этом волноваться. Да, но у Джесси много денег. Когда он начинал, у него была Тойота, которая с трудом ездила. И как-то вечером у него полностью закончился бензин. И ему пришлось толкать ее до заправки. И он сказал, Господь, вот я. И я не сдаюсь. Там к нему подошел человек и спросил, «Вам нужен бензин?» И Джесси Дюплентис ответил, «Да, нужен». Тот человек сказал, «Что ж, заправляйте полный бак». Хотелось бы мне, чтобы кто-то так сделал. Что ж, хотением вы этого не получите, дорогие. Вы растягиваете себя. Вы растягиваете свои ресурсы. Вы храните свои уста наполненными верой. И Иисус посмотрит на вас и скажет, «Я кое-что тебе скажу. Твоя вера является тем, что сделало тебя целостным. Если бы не твоя вера, моя сила бы не двинулась. Моя сила ничего бы не сделала». Наше время подошло к концу. Вы знаете, кто-нибудь Господу хваловал. Сегодня на передаче «Победоносный голос верующего. День пожертвований». Если у вас есть Библия, я хочу, чтобы вы открыли 11 главу евреям. Большой сюрприз. Первый стих. Там говорится, «Вера же есть осуществление ожидаемого, и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верой познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Все эти слова говорят нам о том, что вера является осуществлением ожидаемого, того, на что мы надеемся. А мы ожидаем и надеемся на те обетования, которые записаны в Библии. И Бог позаботился о том, чтобы у нас было это слово, наполненное его обетованиями. Это те вещи, на которые мы надеемся, а вера является тем, что осуществляет их в нашей жизни. И когда говорится «ею» или «верою», те люди, которые были перед нами, и те люди, о которых говорится здесь, в 11 главе евреям, они получили свою победу, они получили хорошее известие или хороший исход. Поэтому верою мы познаем, что Бог устроил веки, что веки устроены Словом Божьим. Поэтому ваш век, ваш мир устроен Словом Божьим. Но именно верой мы ухватываемся за это, и это становится реальным в нашей жизни. И здесь говорится, «Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Итак, тот факт, что Бог есть, дает нам надежду. Когда вы верите, что Он воздает тем, кто ищет Его, что Он будет делать то, что написано в Слове Божьем, которое говорит, «Давайте и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную». Вы принимаете это Слово точно так же, как эти люди в 11 главе евреям. Вы принимаете это Слово, как Слово и обетование от Бога, что является надеждой. И когда вы вкладываете в нее веру, тогда это ваше. Поэтому сегодня, когда вы будете приносить свое пожертвование, вложите в него свою веру. Примите это Слово, и дастся вам, и вы получите стократное воздаяние. Обратитесь к Библии и посмотрите, что, как говорит Бог, происходит, когда вы даете. Отец, мы благодарим Тебя за Твой стократный урожай. Я благодарю Тебя, что Ты обеспечиваешь наших партнеров и наших друзей, которые сеют сегодня в эту передачу и в это служение во имя Иисуса. Я, Келли Копленд, напоминаю вам сегодня, что Иисус – Господь. Редактор субтитров А.Семкин